XX, с вами Белевикс, всем привет! Каждый день в YouTube Shorts я выпускаю по два видео И мне пришла в голову идея снимать обзоры на любимых куколок в формате ASMR Посмотрим, понравится ли вам Пишите в комментарии и подписывайтесь на мой канал и мои социальные сети Сегодня мы поговорим о новинке 2023 года Это Дракулаура из коллекции Vampire Heart Или же на русском Сердце вампира Это на самом деле мой самый любимый звук У куклы очень красивый детализированный многослойный аутфит Соколка для волос, кружевные элементы и великолепная цветовая гамма Куколка является переосмыслением сюжета мультфильма Страх, камера, мотор, фрайс, камера, экшн Если бы Дракулаура действительно была бы королевой вампиров Как она бы выглядела на своей коронации? Вот именно так, как вы ее сейчас видите Коробка, как по мне, очень темная И она безумно сливается с куколкой Невозможно ее разглядеть Для этого, собственно, и сегодняшний обзор Она напоминает стеклянный купол На блистере можно увидеть множество вентилей, сердец и летучих мышей Надпись красиво переливается И именно таппинга по коробкам Вы можете услышать в моих YouTube Shorts и Instagram Reels Задняя часть представляет собой фотографии куклы И рассказ на разных языках о том, что в другое время Дракулаура была королевой вампиров Кстати, кукла сделана в Китае Как вам сегодняшний фон? Обязательно напишите в комментарии На кого вы хотите следующий обзор Если я пропала, это не значит, что мое увлечение коллекционированием кукол закончилось Их стало еще больше Но это плюс Появилось очень много братцев Майсин, Барби Ну и, конечно же, Мастряши По-моему, я излабила своими ручонками весь блистер Да простит меня, королева вампиров Я даже не знаю, что лучше Чтобы вы уснули на моем обзоре Или чтобы вы его досмотрели, а потом уснули Или просто посмотри Решать вам Нам пора обращаться с коробочкой И смотреть, что там дальше Детали задника коробки заслуживают внимания Сама куколка стояла на фоне замка Если разглядеть, можно увидеть свечи И розовые кресла Вот это все держало куклу Ребята, я просто в дичайшем восторге Во-первых, я так соскучилась по обзорам По общению с вами Во-вторых, я так давно не распаковывала куколок И для меня это новые какие-то эмоции Вернее, давно забытые эмоции А я обожаю черный и обожаю розовый Два моих любимых цвета И Дракулаура их сочетает Я держу в руках целый торт, понимаете? Торт! Жесть! Лицо Дракулауры демонстрирует ее величественный, утонченный и взрослый образ У Дракулауры темный макияж Черные смоки, где в начале класса розовые тени На нижней части есть серебряная линия Она чудесно подчеркивает глазки Также у куклы классическое сердце на левой щеке Но уже черного цвета Давайте посмотрим разницу между базовой Дракулаурой У меня она не первой волны Мне кажется, что хонд-кутюр очень-очень похоже на сердце вампира А вы сходства не находите Ее прическа такая навороченная, но безумно ей подходит Это интересное украшение на голове и в виде летучей мыши На нем также полупрозрачные розовые сердца таким же цветом и ее массивные серьги А так смотрится украшение с задней стороны Летучая мышь держит розовое большое сердце А волосы Дракулауры черные, очень длинные Будто переходят в подол в платье Прическа куклы Толстые козы, зачесанные назад в форме сердца С фигурной челкой, состоящей единый мотив Заколка крепится на голове куклы легко и надежно Челка в форме сердца вьется над дымчатыми глазами с прожитыми ресницами Обрамляющее лицо косички подчеркивают серьги-люстры И обвиваются вокруг замысловатого головного упора На мой взгляд, это один из самых удачных выпусков Дракулауры Ей котический стиль очень-очень подходит Выглядит завораживающе Как вы думаете? Пишите в комментарии На заколке Дракулауры изображен артефакт сердца вампира Он светится, указывая настоящую королеву Похоже, да? Дракулаура выглядит так, словно она только что вышла из своей котической сказки В этом платье Атласное платье с пышными рукавами интересно тем Что в нем есть вырезы в виде сердец и различных узоров Низ украшен оборкой с маленькими шемчужинками Он должен был быть достаточно открытым, чтобы демонстрировать нижние слои платья Достаточно тонким, чтобы выглядеть утонченным Но при этом должен был быть достаточно функционально прочным, чтобы его можно было изготовить Таким образом появилась уникальная каркасная версия юбки Здесь подобные пучки к платью Он пришит А я очень не люблю Травмировать первоначальный вид кукол Поэтому Предпочитаю не экспериментировать Я отстегнула липучку И ничего не изменилось Извините, что вам показываю юбку Я не хотела пройти В общем Из-за того, что здесь у нее прижито платье к подолу Я не буду рисковать И Раздевать все-таки Дракулауру тоже не буду И с солидарностью к Дракулауре Не будем ее Оставлять без подола Раз производитель так решил Значит так надо На съемном платье безтье Можно заметить маленькую розу Добавляющую нежнятинки в образ А сзади платья тянется черный бант Просто вау и до чего же эффектно А заказать куколку вы можете в маркетплейсах В профиле Беливикс ком Ссылочки в описании Если вам кажется Что ула в колготках Нет Это кружевное белое боди На все тело с черными манжетами А ведь сейчас это модно Величественный образ Куклы дополняет изящные туфельки С кружевной отделкой И винтовой лестницей На каблуках В виде летучей мыши Нет ну а туфельки У монстра Хай это всегда Отдельное произведение искусства Каблук полупрозрачный А основная часть туфельки Черная На ней также Черные маленькие бантики В набор прилагается Вот такая вот карточка Это сертификат подлинности куклы Мне кажется Это самый качественный сертификат Который я видела За последнее время в Монстр Хай Вау! Камера Также в наборе есть вот такая вот прозрачная подставка седло Раньше их часто выпускали Я помню Я помню например для казиноа И для других девчонок Которых очень сложные конструкции Ну или многослойные костюмы Аутфиты Экскюзми С ее подолом и подставка не нужна Близится 14 февраля И я уверена что эта кукла Будет потрясающим подарком Подпишись на мой канал и мои социальные сети Чтобы не пропускать новые видосы Бегу Всем пока-пока